всем привет с вами вика и давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин она честно о вас давайте-ка посмотрим как же она относится к вам на самом деле что она думает о вас да вот сейчас возможно спустя много много времени как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и смотрим каких энергиях ты нах вы находитесь я уже на ты с вами перешла хотя вы мне уже все такие свои родные да вот кто подписчики канала вы уже мои любимые мальчишки и так не забываем конечно же записываться на личные расклады делаю такое маленькое объявление не стесняйтесь телефон есть в описании видео есть в комментариях поэтому если какие-то наболевшие вопросы либо нужно сделать диагностику негатива телефон есть пишите итак погнали что же о вас не поведают карты жизнь течет знаете вот такой спокойной ровной рекой ну я что имею ввиду здесь не эмоции скорее здесь какая-то такая скучноватость что ли нет каких-то активных драйвовых событий знаете такое ощущение что в какой каком-то смысле жизнь подвисла подвисли какие-то события подвисла вообще знаете вот какое-то продвижение да вот не хочется двигаться вперед вот застопорилась как будто ситуация стоит и нет желания это сдвигать даже у кого есть какие-то жизненные проблемы особо не хочется их решать почему не хочется решать да потому что опять же я говорю некоторые из вас потом поскольку общий расклад некоторые из вас чувствует себя ну как мертвые внутри да вот как будто все умерло нет эмоции нет никаких ощущений ничего не хочется но здесь разрушение здесь однозначно здесь потеря женщины потеря любви потеря семьи поэтому вас жизнь так и застопорилась у тех кто ну так сказать уже более менее давно разошелся да для каждого это понятие очень относительное а вас я точно так могу сказать что ну нет какого-то драйва в жизни нет знаете как того такого перчика до что добавляет адреналина радости в жизни как то так все ровно тихо и спокойно течет а все потому что рядом нет любимой женщины а все потому что не хочется даже заморачиваться и за кем-то бегать вот еще где собака зарыта может также проиграться что далеко не все из вас внутренне отпустили свою прежнюю женщину причем если вы заметили это довольно часто у нас выпадает сигнификации но понятное дело что вас много вас тысячи да и среди вас конечно же найдутся такие кто внутренне еще вместе со своей бывшей хотя физически могут быть на расстоянии вы человек который очень ценит женскую верность и порядочность в общем-то и вас можно таким же назвать да вот справедливость честность даже какое-то самопожертвование что ли можно сказать о вас вы такой человек который ну ради любви до ради любимой женщины просто в лепешку вы расшибетесь но вы все сделаете только чтобы она была счастлива напишите в комментариях есть такой момент или нет кстати давайте сделаем небольшой такой опрос я подзабыла вначале это сказать давайте-ка знаете о чем напишите мне вот какая женщина вам нравится какую женщину от какого типажа вам хотелось бы можете описывать как угодно кто-то может писать блондинки брюнетки там худенькие полненькие ну то есть вот какую бы женщину внешне вам бы хотелось встретить да вот новую женщину вот интересно почитать далее смотрите здесь у вас еще проигрывается знаете как меня такое ощущение что вы еще особо не суетитесь но я имею ввиду искать новые отношения потому что вы человек опять же который верит в судьбу вот вы считаете что если будет суждено вот я по-любому я с ней встречусь причем я знаю что многие люди и мужчины и женщины так считают они особо не суетятся потому что говорят но если суждено значит суждено можно выходить но грубо говоря мусор выносить и встретить там свою судьбу где-то там возле мусорных баков да то есть есть еще такой момент далее те из вас которые периодически могут романить а я знаю что среди вас такие есть да поскольку общий расклад опять же и плюс вы мне писали в комментариях особо не увлекайтесь этой женщины потому что можете влюбиться она потом вам разобьет сердце вот такая вот сердце едка есть рядом с теми у кого сейчас ну такие несерьезные отношения я думаю вы прекрасно понимаете о чем я говорю вы человек абсолютно не конфликтный хотя порой вас жизнь заставляла ну как бы знаете вот взрываться вспыхивать да вот настолько вот эмоций бывало накопится у вас что уже просто это ваша внутренняя пружина выстреливает что уже когда нет нет силы наверное сдерживаться вот тогда вы реально выстреливаете но это уже самую последнюю очередь это уже нужно очень сильно вас достать а так вы стараетесь но как-то обходить вот эти острые углы вы всегда стараетесь по хорошему решать все проблемы вы терпеть не можете конфликтных людей и знаете вот вы еще пребываете в таком ну я бы сказала состоянии одиночества все равно как ни крути вот у нас по отшельнику это состояние одиночество какое-то добровольное даже отшельничество потому что есть некое разочарование в людях много чего вы насмотрелись за свою жизнь и не только это касается женщин вы видели и обман и предательство и что вы только не видели да и есть некое разочарование поэтому вам чем старше вы становитесь все комфортнее становится быть одному да вот раньше вы таким не были давайте-ка теперь смотреть какая же женщина пришла к нам на расклад которая будет о вас исповедоваться да так ну это дама однозначно материально ориентированная эта женщина но снова она у нас выпадает снежной королевой обычно они у меня ассоциируются вот с бывшими да это была женщина которую вы безумно любили боготворили но опять же я делаю акцент что это были вы это не она так любила и боготворила вас к сожалению эта женщина которая поменяла вашу жизнь на 180 градусов благодаря ей но вы какой-то период возможно ходили ну вот как ну реально как зомби да вот живой труп кто-то сейчас может пребывать в таком состоянии когда тебя сразили на повал когда ты не знаешь вообще ради чего жить ради кого жить у тебя нет стимула ты не знаешь как двигаться когда тебе нафиг ничего не нужно да вот это заслуга абсолютно этой женщины она вас обижала до такой степени а вы ее любили понимаете вот ну реально у меня прям мурашки бегут вот было тяжело с ней вот и любили и не раз откладывали вот может быть уйти может быть расстаться да но все равно любовь перевешивала было адски тяжело она вас унижала подавляла да вот ну не хочу сильно это все берегись ваши души но тем не менее это пришла такая женщина но это генерал в юбке это диктаторша это агрессивная женщина она эмоционально холодная она даже какая-то вот но я не знаю это может быть энергетика даже негативная потому что даже от расклада вот посмотрите у нас очень много мечей мечевые карты жесткие карты там такая жесткая мужская энергетика идет женщина абсолютно ориентированная на деньги женщина вот ради которой вы были реально звезду готовые звезду с неба достать но это не ценилось вот напишите у кого резонирует да вот у кого именно проигрывается такая женщина такая ситуация получается знаете вот она живет она людей нагибает она унижает она что хочет то и делает так как хочет она крутит вертит людскими судьбами и остается вот безнаказанной просто безнаказанной но в любом случае бумеранг у нее будет бумеранг воздается каждому кто натворил чудес да вот негативном плане я думаю там последствия с бедствиями начнутся но это уже совершенно другая история и так давайте как посмотрим что же она думает о вас да вот на самом деле потому что даже если вот кто из вас еще общается с бывшей там по какой-то причине кто-то ради детей общается кто-то вообще общается ну более-менее такие дружеские плюс-минус отношения хотя я не могу сказать что здесь могут быть дружеские отношения но не с этой женщиной и не в этой ситуации здесь чистой воды использования особенно это касается тех кто до сих пор еще не забыл бывшую да может быть вы недавно разошлись то вы будете с ней общаться просто потому что вас тянет к ней вы можете даже думать что на вас приворот есть вы можете думать что а вдруг мы помиримся да опять же у каждого проиграются свое общение и так давайте будем выводить ее на чистую воду обман вот у нас сразу падает карта обмана да она прекрасно понимает что она вас обманывала она делала вам больно то есть ну это человек который в полном здравии осознанно причиняет другим боль она прекрасно понимает что вы не заслуживаете такого отношения как она к вам относилась особенно вот в последнее время ну когда вы вместе жили скажем так она понимала что вы любите она видела что вы готовы последнюю копейку последнюю рубашку снять и отдать ради неё да она просто пользовалась знаете сказать что она себя осуждает я не могу но опять же она просто это понимает она это делала целенаправленно это самая такая знаете печальная история когда ты обижаешь своего близкого который тебя любит который тебя боготворит и ты делаешь это специально просто пользуясь любовью да просто пользуясь деньгами временем человека да ну всем чем угодно эта женщина абсолютно не раскаивается вот если кто из вас особенно те кто еще мечтает может быть помириться она не собирается мириться она не собирается кусать лукти скажем так по крайней мере на сегодняшний день этого не вижу да у нее есть мужчина насколько он на длительное время но это время покажет я пока не вижу у нее длительных отношений но на данный момент да у нее периодически жезлы меняются то помоложе то постарше но я думаю это тоже надолго не задержится эта женщина вот знаете она в принципе понимает что вы мужчина за которым она была вот как за каменной стеной потому что вы все для нее да вот звезду с неба она это понимает каком-то смысле ей не хватает мужчины который относился бы также как вы вот в этом плане да вот ей просто не хватает такого отношения и хочется чтобы остальной на остальные мужчины да вот которые будут у нее попадаться чтобы кружили ее точно так же как и вы но не сложилось я думаю что здесь мужчины не будут так с ней сюсюкаться мужчины будут отлетать от нее как гороха стену потому они не задерживаются потому что видят ее корону видят ее какую-то ну такую женскую холодность да видят ее жажду к деньгам вы знаете вот если бы еще такой момент да если бы была такая ситуация что можно было бы вот вас раскрутить на деньги она бы этим воспользовалась поверьте мне давайте вот спросим будет ли такая ситуация может быть кто-то детьми про манипулирует ну деньги деньги еще раз деньги очень мутная дамочка очень бумеранг у нее будет стопроцентный но я сейчас не буду в это углубляться до мужчины будут меняться бумеранги будут меняться смотрите здесь могут быть манипуляции реально вот либо через детей манипуляции через болезнь там проблемы могут быть какие-то манипуляции но это будет так знаете но какая-то такая чепуховая история она то ли сказку очередную выдумает да вот что то такое вам может наплести что вы даже сами это поймете что это вранье опять же у каждого это проиграется по-своему поэтому примеры особо и приводить не буду у каждого своя фантазия у каждой бывшей своя фантазия поэтому здесь я не подскажу что она придумает но то есть вы сами просечете вот просечете и подумайте боже ну что же ты мне врешь да ну какую пургу ты несешь и что ты городишь вообще здесь женщина которая знаете вот я не могу сказать что она вас забыла полностью сейчас я скажу такой момент может быть кого-то из вас это даже удивит в некотором роде сказать что она еще не остыла к вам я не могу но есть еще какая-то знаете но то ли это симпатия но это даже не симпатия нет симпатия это в начале отношений это скорее как осколки осколки любви осколки привязанности даже вот она вас не забыла и все-таки особенно те из вас у кого это был допустим первый брак потому что ну не зря говорят первое есть первое она вас не забыла и когда вот вы с ней по какой-то причине либо общаетесь да вот либо пересекаетесь в жизни встречаетесь вот у нее все равно йокает йокает сердечко при взгляде на вас потому что ну нельзя забыть те годы которые были нельзя забыть вашу любовь которую вы дарили нельзя забыть то что вы делали да другое дело что она накосячила она это понимает но она считает как всегда что она права и все хорошо у нее йокает но опять же это совершенно не значит что она хочет с вами мириться это как знаете такая нотка ностальгии но я даже не знаю как это назвать вот знаете бывает ощущение ты видишь человека и ты чувствуешь что это что-то твое родное вот приблизительно так так вот она чувствует когда вас видит конечно же она этого вам не покажет она будет держать корону она будет может быть даже так хамовато себя вести но в душе в душе у нее остатки того чувства еще есть особенно это касается тех кто недавно разошелся понятно дело что кто 20 лет назад разошелся то там уже никаких осколков нет а вот кто свеженький такой то да здесь еще у нее осталось но опять же она будет перед вами бравировать она будет показывать как она счастлива как все хорошо но поверьте там счастья нет абсолютно там счастья нет там чистые жезлы там попытки устроить свою личную жизнь и устроить очень благополучно но у нее это не получается поэтому знаете она в принципе в душе она вас оценила но это слишком поздно случилось к сожалению какая-то доля ностальгии есть да вот по вам по вашим отношениям но в то же время есть вот это такая холодная расчетливость и жесткость и корыстность и это корыстность к сожалению вот на чаше весов она перевесила она таки будет выбирать мужчин которые выгодны она будет пользовать людей ну и она же останется с бумерангом чего мы ей все наверное и пожелаем да вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и всем пока